Каким настройкам приступить при создании первого интернет-магазина? Что нужно сделать? Я думаю, все начинается с наполненности, то есть нужно создать первое категорию для наших товаров и заполнить несколько товаров, чтобы от чего-то отталкиваться, чтобы мы уже имели какой-то внешний вид и могли что-то сделать. Давайте с этого и начнем. В этом видео посмотрим, как создаются первые категории в WooCommerce. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, в админке нашего сайта мы с вами переходим в товары. Здесь дополнительное меню мы видим категории. Выбираем. То есть на этом шаге у нас все просто. Мы имеем с вами вот такую дефолтную пустую категорию. Оставим в принципе ее. Пускай она здесь будет. Если что, мы ее потом удалим. Название категории. То есть название, если вы будете выводить категории также на сайт, эти названия также будут показаны. Я для примера возьму, как будто бы у меня магазин одежды, по продаже одежды. Название первой категории, например, будет штаны. Можно написать там мужские штаны и так далее. Ярлык мы не заполняем. Он автоматически заполняется. Это по сути альяс, псевдоним. Название штаны. То есть он должен быть латинскими буквами. Автоматически он создается при условии, если вы используете специальный плагин. Я не знаю, как здесь будет автоматически без этого плагина создаваться или нет. То есть это абсолютно для новичков. Сейчас вам покажу, что за плагин. Здесь ниже родительские категории мы ничего не пишем. И можете написать описание данной категории. Я просто добавлю некое название. Дальше нам нужен выбрать тип. Это товар, товары от категории оба. На самом деле на этом этапе можем пока вообще не заморачиваться, а ставить по умолчанию. И если вы категории будете выводить на сайт, то лучше для них загружать изображение. То есть одно дефолтное изображение для всей категории товаров. То есть чтобы вы понимали, мы создаем категорию. По сути это как бы папка, в которой будут лежать соответствующие товары. Категория штаны, она одна, но она внутри будет иметь тысячи-тысячи товаров по этой теме. Загрузить картинки. Естественно вы должны уже как-то подготовиться. То есть загрузить картинки на свой сайт. Я не буду сейчас детально углубляться. Это может быть целый урок. Вы должны понимать, что картинки должны быть оптимизированы для сайта. То есть уменьшены в размере. Разрешение картинок не должно быть большое. Об этом в принципе у меня уже были неоднократные уроки. То есть гигантского размера картинки загружать не нужно. На компьютере я нахожу какую-то картинку. Со штанами выбираю здесь. Использовать изображение. И после этого мы нажимаем с вами добавить категорию. Видим она здесь у нас добавляется. Видим картинку. На сайт тоже сейчас выведем. Посмотрим как это вообще смотрится. Дальше что вы можете здесь делать. Вы можете удалить, если потребуется. Изменить. Если нужно внести какие-то изменения. Я вам говорил про ярлык. Видите он у меня прописывается. Он обязательно должен быть английскими буквами. Просто об этом у меня уже был базовый курс по WordPress. Кто не знает, там я об этом говорил, что нужно установить вот такой вот плагин. Курталар. Настраивать его не нужно. Нужно установить. Он автоматически делает вот эти вот все альясы ко всем страницам, записям, рубрикам. Он необходим. Возвращаемся в категории. То есть по аналогии вы сделаете там категории 5 разных здесь создайте, чтобы у нас было с чем работать дальше. Итак, я создал три категории. Костюм, шорты и штаны. В принципе, на этом можно было бы урока заканчивать. Как создать категории здесь, в принципе, все понятно. Ничего сложного нет. Ну, в принципе, чтобы урок не был прям слишком маленький и была объемная такая полезная информация. А давайте посмотрим, выведем это на сайте. Опять же, при условии, что используем мы с вами тему боно. Как я уже говорил ранее, что все будет построено на этой теме, весь этот видеокурс. Поэтому, естественно, здесь есть своя специфика. Как что выводится на сайт в зависимости от темы, которую вы используете. Я бегло уже показывал, как это делается в обзоре, когда я показывал, обозревал тему боно. Здесь более детально посмотрим. То есть главную страницу мы будем использовать с вами как страница презентации. То есть здесь у нас может быть и слайдер, и вывод конструктор главный. Когда я выводил здесь категории. Давайте быстренько выведем это на главный. Первое, что надо сделать. Нам нужно убедиться перейти в настройки. Перейти в чтение и назначить главную страницу. Какую-то страницу. У меня была здесь создан автоматический пример страницы. Я ее и назначил главной. То есть я его просто здесь выбрал и нажал сохранить. Обязательно нужно назначить главную страницу. Потому что только для главной работает слайдер, только для главной страницы работает конструктор. Далее мы просто переходим в внешний вид настроить. То есть мы переходим именно в настройки нашей темы боно. Здесь мы находим с вами конструктор главный. И я добавляю, кликаю по кнопке категории. Вот мы видим уже наши товары. Это пока в режиме редактирования. Кликаю по слову категории, чтобы развернуть список с настройками. Здесь практически настройок никаких нет. Заголовок я хочу здесь использовать. Когда заголовок прописали, он здесь также показывается. Смотрите, мы с вами что решаем. На примере как раз вот этой категории, которая у нас по дефолту была создана без картинки. Сейчас посмотрим, как сделать так, чтобы на главной отображать только нужные категории. Не обязательно нам отключить вот эту дефолтную категорию. Вдруг нам нужно вывести те категории, которые нужны только здесь для главной. Заодно посмотрим, как это делается. Ну и заодно вы можете назначить задний фон, как хотите, чтобы это выглядело. Я назначать это пока не буду. На этом уровне, смотрите, нам нужно получить идентификаторы категории. Пока временно мы здесь опубликуем. Нажмем по крестику вот здесь. Закроем. Пройдем с вами опять товары категории. Нам нужно получить идентификаторы трех. Допустим, вот эти три мы хотим на главную выводить, а вот эту не хотим. Смотрим. Просто навожу мышь на слово штаны, то есть на заголовок категории. И вот здесь вот ниже мы видим ID равно... В данном случае у меня 16. У вас будет свой уникальный идентификатор. Вот запоминаем 16, у второй категории 17 и 18. 16, 17, 18. То есть три категории хотим вывести. Возвращаемся с вами внешний вид настроить. Возвращаемся к конструктору. Открываем категорию. В этом поле я пишу через запятую 16, 17, 18. Здесь мы вот так вот, как я сейчас это сделал, через запятую решаем, сколько категорий будем выводить именно для главной страницы. Вывод категорий. Все, одну мы с вами задачу сделали. Теперь расположение. Если вы хотите по три колонки выводить, у нас здесь, видите, место под четвертую есть. И иконки маленькие. Я хочу выводить три. И естественно, я хочу, чтобы они занимали больше здесь пространства. Здесь мы закончили. Я нажимаю опубликовать. Уберем здесь сайт бар. Смотрите, для главного нам не нужен же. А здесь у нас на моем демо-примере, вот вы видите, три категории товаров. И нету сайт бара. Нам нужно то же самое повторить. Что мы с вами делаем? Мы с вами сразу же идем. Страницы. Ту самую дефолтную домашнюю страницу находим, которая у нас является главной. В данном случае я использую вот этот пример страницу. Автоматически созданную, как главная страница. Нам нужно в нее зайти. Сейчас мы отключаем с вами сайт бар. Найти вот такой вот блок. Он у вас может быть спрятан. Это элементы вот нашей темы бону. Дополнительные элементы. Возможности, так скажем. Видим сайт бар. Ставим птичку. Спрятать элементы. Видите? То есть сайт бар не показывает. Нажимаем обновить. Не показывает для страницы. Обратите внимание. Обновляем фронтальную часть сайта. Мы сейчас, так сказать, приводим сразу главную страницу в тот вид, который нам нравится. То есть три категории уже есть. Сайт бар мы с вами убрали. Теперь нам нужно сделать в три колонки отображения наших категорий. Это делается в настройках темы. Мы возвращаемся с вами в внешний вид настроить. Здесь мы с вами переходим на вкладку. У нас есть такая вкладка WooCommerce. Здесь мы переходим в каталог товаров. Товары в строке у нас стоит по умолчанию четыре. Ставим три. Нажимаем опубликовать. Идем на сайт. Обновляемся. Вот мы с вами добились, чего вы хотели. Три категории получаются у нас в ряду. Все. То есть получается человек кликая по категории штаны. Здесь пока у нас ничего нет. Он будет видеть список товаров, которые продает именно штаны. То есть штаны в этой категории. Давайте, чтобы не затягивать, на этом уроке поставим паузу. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok